Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И в начале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Кабачок 13 стульев по Зареченске. Началась подготовка седьмого городского благотворительного спектакля. Хотелось бы сделать больше материала про наш город, естественно, да, про наши проблемы, про наши успехи, про наши неуспехи. Битва хоров. Продолжение. Открыт прием заявок на участие в очередном этапе пятого городского шоу-проекта «Хоровая ассамблея». Во втором этапе также участвуют у нас и детские сады, и школы, и студенты, и наши дорогие, замечательные, любимые ветераны. И все хоры города, которые вообще существуют. В хоккей играют настоящие мужчины, хоть и маленькие. Детская сборная «Бобры-2009» завоевала серебряные медали в третьем туре Кубка Федерации Приволжского федерального округа. Мы могли занять первое, если бы вратарь не пропустил, и защитники могли бы не задержать игроков. И теперь об этих и других новостях подробнее. Региональное управление Роспотребнадзора обнародовало данные о заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Пензенской области, сообщает Пензоинформ. С 6 по 12 января диагноз «Острая респираторная вирусная инфекция» поставили 1092 жителям области, 685 из них – пензенцы. Больше всего больных зарегистрировано в Кузнецке, а также в Кузнецком, Сосновоборском, Камешкирском, Лопатинском, Макшанском, Нижнеломовском, Зимеченском, Каменском и Наровчатском районах. Суммарные заболеваемости ОРВИ в регионе ниже уровня эпидпорога на 54,4%, отметили в ведомстве. Уточняется, что за неделю в регионе гриппом заболели 9 человек, у всех выявили тип вируса А. Всего же с начала эпидсезона зафиксировано 14 случаев этой инфекции – 12 грипп А, 2 грипп Б. В Заречном врачи пока ставят только диагноз ОРВИ. В тех случаях, когда заболевают несколько членов семей, проводятся лабораторные исследования. Однако пока вирус гриппа не был выявлен ни разу. В целом число заразившихся сезонными инфекциями увеличивается, но пока не превышает контрольных порогов. Эпидемиологи предполагают, что уровень заболеваемости в городе будет расти. Поскольку мы не изолированы от внешнего мира, то, конечно, циркуляция вирусов гриппа наблюдаться будет, и мы его ожидаем. И, скорее всего, ну, как по прогнозам было в конце января, ну, может быть, на практике мы, как правило, февраль, начало марта. Вот такие вот с конца января по начало марта мы ждем примерно эту ситуацию. Вот. Вопрос другой, насколько она будет активной, да, насколько количество будет превышать контрольные уровни. Вот последние годы не сильно превышало, поэтому эпидемией, как таковой, назвать нельзя этот рост заболеваемости. Ну, вот посмотрим, как будет в этом году. Между тем, согласно информации Всемирной организации здравоохранения, в странах Северного полушария продолжает нарастать активность вирусов гриппа. В ряде стран европейского региона зарегистрировано начало эпидемии. В связи с этим Роспотребнадзор рассказал, что профилактикой гриппа и ОРВИ для тех, кто по каким-либо причинам не прошел вакцинацию, является здоровый образ жизни. Это способствует сохранению и укреплению здоровья, а также повышению устойчивости организма к инфекционным заболеваниям. Роспотребнадзор напомнил, что ЗОЖ предусматривает оптимальный режим труда и отдыха, правильное питание, отказ от вредных привычек, двигательную активность, соблюдение правил личной гигиены, а также умение управлять своими эмоциями. В Заречном началась работа над новым благотворительным спектаклем, цель которого – собрать средства для детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении. Это уже седьмая постановка, в которой на сцену выйдут первые лица города, руководители и сотрудники предприятий и учреждений, бизнесмены и журналисты, заводчане. Представление, запланированное на 12 апреля, станет финалом большого общегородского благотворительного марафона. Каким будет новый спектакль? О чем он? На первом организационном собрании творческой группы побывали мои коллеги. В Заречном откроется «Кабачок 13 стульев». Это рабочее название благотворительного спектакля, подготовка к которому стартовала 13 января. Для постановки выбран формат эстрадно-развлекательной юмористической передачи, которая выходила на советском телевидении в 60-е и 70-е годы прошлого века и пользовалась огромной любовью зрителей. Это кабачок, в котором все происходит. Там рождаются разные истории, с которыми знакомятся зрители. Мы бы хотели взять ту интересную форму, которая была когда-то придумана в кабачке, с оригинальным ведущим, с этим тонким юмором, но при этом, которая бы рассказывала о вещах, которые многим знакомы и интересны. Над сценарием будущего спектакля работает актриса, режиссер-постановщик театра юного зрителя Марина Столярова. В основе сюжетных коллизий – наш зареченский колорит, узнаваемые характеры, злободневные темы. Материал создается, можно сказать, с нуля, и мы предполагаем использовать истории нашего города. Нам бы очень хотелось, чтобы люди, которые придут на спектакль, увидели, где-то там кто-то себя узнал, кто-то, может быть, соседей узнал. Это наша жизнь. Хотелось бы сделать больше материала про наш город, про наши проблемы, про наши успехи. Как всегда, в спектакле будет много песен и танцев. Причем создатели постановки не ограничатся музыкой одного стиля или определенной эпохи. Со сцены прозвучат и ретро-шлягеры, и современные хиты. Вокальные партии участники разучат под руководством Анны Булик. Танцевальные номера поставят хореографы Светлана Самарина и Ирина Алмаева. Режиссер спектакля – Виктор Бояров. В актерском составе те, кто уже неоднократно выступал в благотворительных постановках, и новички. Предполагается и участие руководства города. В каком качестве – пока держатся в секрете. На первой организационной встрече артисты-энтузиасты признались, что приступают к работе над постановкой с особым чувством. Безусловно, всегда, конечно, с какой-то теплотой, с отдачей, с ответственностью, с готовностью приходить на репетиции, выдаться по максимуму, чтобы получился хороший, качественный спектакль, чтобы понравилось зрителю, и чтобы как можно больше денег нам собрать. Благотворительный спектакль в Заречном состоится в седьмой раз. И вот уже несколько лет, как эта инициатива группы энтузиастов переросла в большой проект, в который вовлечен весь город. Благотворительный спектакль – это завершение нашего городского благотворительного марафона, который начался 5 сентября. Второй этап был 7 января – детский большой благотворительный концерт. Сейчас будут в марте во всех образовательных организациях ярмарки и мероприятия. Там где-то мини-спектакль, где-то мини-концерт. Все собранные во время благотворительного марафона средства поступят в фонд «Дар во благо» и будут направлены на лечение тяжело больных зареченских детей. Единственный показ нового благотворительного спектакля запланирован на 12 апреля. Светлана Теплухина, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». В Зареченце недоплатили около 15 миллионов рублей налогов. Вовремя не внесли платежи за имущество, транспорт и землю около 17% налогоплательщиков. Срок уплаты истек 2 декабря 2019 года. Теперь гражданам необходимо будет внести и начисленную сумму платежа, и пеню, которая растет ежедневно. В настоящее время специалисты налоговой инспекции выставили неплательщикам требования о погашении задолженности до 27 января. Взыски в долги с тех, кому и этого срока окажется недостаточно, будут через суд. Если будет вынесен судебный приказ, то сумма задолженности растет еще на сумму госпошлину, которая будет вынесен в суд. Если после вынесения судебного приказа судом налогоплательщик не исполнит обязанность по уплате налогом, то, соответственно, пеня на дату вынесения судебного приказа, которая уже выросла. И если это все дойдет до службы судебных приставов, будет возбуждено исполнительное производство, то плюсом исполнительский сбор. Злостных неплательщиков ждет наказание не только рублем. В соответствии с законом гражданам, чья задолженность превышает 10 тысяч рублей, закрыт выезд за границу. Кроме этого, им запрещено совершать какие-либо регистрационные действия с имуществом. О том, как неплательщикам погасить задолженность по налогам и при этом избежать дополнительных расходов на госпошлину или исполнительский сбор, специалисты налоговой службы расскажут в программе «Вопросы есть». Сегодня на канале «Заречный» смотрите новый выпуск программы. Помимо вариантов погашения задолженности, специалисты разъяснят, какие документы и справки руководители организации и индивидуальные предприниматели теперь должны предоставлять налоговикам в электронном виде. Представители городских организаций расскажут о возможности организации студии маникюра в квартире жилого дома, о размере материнского семейного капитала и порядке оформления сертификата. Ответы на эти и другие вопросы телезрителей сегодня в программе «Вопросы есть». Смотрите передачу сразу после выпуска новостей на канале «Заречный». В канун Старого Нового года, 31 декабря, по старому стилю, Театр юного зрителя представил публике спектакль для взрослых «Кому под елочкой жить хорошо». Традиционный новогодний капустник прошел при полном аншлаге. В нашей съемочной группе едва удалось найти место в переполненном зрительном зале. Хореографические постановки, вокальные номера, театральные зарисовки и многое другое увидели зареченцы, которые решили отпраздновать Старый Новый год в Театре юного зрителя. Представление для взрослых «Кому под елочкой жить хорошо» состоялось в третий раз за новогоднюю кампанию 2020. И все три раза постановка прошла с аншлагом. Мы традиционно выпускаем вот какой-то такой вот театральный капустник, что-то в этом духе 31 декабря и с удовольствием повторяем 7 января и 13 на Старый Новый год. И вот сегодня у нас опять полный зал, что очень приятно. Главное, наверное, вот в этом представлении – это создать хорошее настроение зрителю, чтобы они ушли отсюда с ощущением праздника, с этим замечательным ощущением Нового года. В своем «Капустнике» актеры Тюза рассказали о театральном закулисье, о знакомых всем бытовых неурядицах, о заречном и его обитателях. Особое внимание удостоился сахатый символ города. Мы кошмарно рогатые, лоси сахатые. Мы кругом виноватые, мы пугаем людей. Не забыли актеры и о себе. В ироничной форме они рассказали зрителям об особенностях своей работы. «Какие, Джульетты, у нас театр юного зрителя, у нас чудных играть надо. Зверушек всяких там... Ты кто? Олень! Олень или вот лис, зайцев. У нас артист должен уметь все, он должен быть раскрепощенным, да? Талантливым, убедительным, потому что зрители ведь его не обманят. Жрители не дурак. На протяжении всей постановки в зале не смолкали аплодисменты и смех. Зрители новогоднего капустника высоко оценили душевность представления и профессионализм актеров. Мы каждый год ходим на новогодние капустники, на новогодние представления. Поэтому всегда получаешь заряд эмоций, всегда восхищаешься мастерством наших актеров. И вообще театр юного зрителя, он такой родной. Он у нас один, но такой очень-очень-очень родной. Представление для взрослых, кому под елочкой жить хорошо, стало завершающим событием новогодней кампании театра юного зрителя. Теперь артисты готовятся радовать зареченцев новыми и давно полюбившимися постановками в уже наступившем 2020 году. Александр Абаимов, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Какие премьеры ждут зареченскую публику в новом году? Кто приедет в наш город с гастролями? Каким был прошедший общероссийский год театра для Зареченского театра юного зрителя? Об этом мы подробнее поговорим с директором ТЮЗа Андреем Кучишкиным. Смотрите интервью сразу после рекламы, а пока к другим новостям. Начался прием заявок на участие во втором этапе городского шоу-проекта «Хоровая ассамблея». Он пройдет под знаком предстоящего празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Тематика дала и название очередного этапа «Мы знали точно – победим». Впрочем, это можно рассматривать и как девиз будущего обладателя гран-при пятого сезона шоу-проекта. На первом его этапе участниками стали 23 самодеятельных коллектива. Сколько выйдут на сцену в следующем, зависит только от активности зареченцев. Тему продолжит Ксения Тризна. 75-летию победы в Великой Отечественной войне посвятят свои выступления участники второго этапа пятого городского шоу-проекта «Хоровая ассамблея». Тема патриотизма и подвига советского народа красной нитью проходит через все туры масштабного вокального конкурса. Городской шоу-проект «Хоровая ассамблея» включает в себя три этапа. Первый этап мы также посвящали Великой Победе, но там у нас пелись песни вообще о России, о Родине, о любви к нашей стране. Второй этап «Хоровой ассамблеи» носит название «Мы знали точно – победим». В его рамках участники исполнят песни о войне. Это могут быть как произведения, написанные в годы Великой Отечественной, так и композиции, созданные после 1945 года. Выступить на большой сцене Дворца культуры «Современник» приглашают и юных исполнителей, и взрослых конкурсантов. Во втором этапе также участвуют у нас и детские сады, и школы, и студенты, и наши дорогие, замечательные, любимые ветераны, и все хоры города, которые вообще существуют. Сейчас идет прием заявок на участие в Зареченской битве «Хоров». За всей необходимой информацией можно обратиться к специалистам Дворца культуры «Современник» по номеру 60 00 29. Время на подготовку пока еще есть. Второй этап пятого городского шоу-проекта «Хоровая ассамблея» состоится 8 февраля. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный». И о спорте. Юные зареченские хоккеисты стали серебряными призерами третьего тура Кубка Федерации Приволжского федерального округа среди юношей до 11 лет в сезоне 2019-2020 года. Соревнования проходили в Саранске. Наша команда «Бобры» боролась за победу во второй подгруппе, состоявшей из 16 команд. Соперниками подопечных Владимира Селихова стали сборные Ижевска, Южкар-Алы и хозяев турнира Мордовии и Саранска. О нелегком пути юных спортсменов к пьедесталу репортаж Ксении Тризны. «Бобры» 2009 вернулись к тренировкам после серьезных соревнований. Команда юных хоккеистов из «Заречного» приняла участие в третьем туре Кубка Федерации Приволжского федерального округа, который прошел в Саранске. Наши спортсмены провели в столице Мордовии три встречи. В первой игре с «Зареченцем» противостояли ребята из Ижевска. «Торпеда» – одна из сильнейших детских команд столицы Удмуртии. «Торпеда» – Ижевск. Получилась такая упорная игра. 4-4 в основное время и 5-4 по буллетам выиграли. Во втором матче «Бобры» встретились на льду с ястребами из «Ёжкар-Алы». С этими соперниками наши хоккеисты играли впервые. «Вторая команда была немножко не нашего уровня и мы ее победили. 8-0». В финале «Зареченцем» ждала встреча с хозяевами соревнований – командой «Мордовия» из Саранска. В течение всего матча борьба шла на равных. Обе ледовые дружины пытались пробиться к воротам противника. Открыть счет удалось только в третьем периоде. Шайбу забросили хоккеисты Мордовии. Этот гол стал единственным за всю игру. «С Мордовии третий гол, там просто воротарь между ног пропустил и там добили. Но мы могли занять и первое, если бы воротарь не пропустил, и защитники могли бы задержать игроков». «Бобры» стали серебряными призерами третьего тура Кубка Федерации ПФО по хоккею. Спортсмены и тренеры сделали выводы по итогам всех игр турнира и уже определили план дальнейших тренировок. «Скорость набирать. Нужно стараться кидать высоко, обманывать воротарей и хорошо их финтить». «Улучшать технику катания, вводение клюшкой, передачи, броски, командные взаимодействия. Все будет так же идти по плану, как и работали». Все эти навыки спортсменам предстоит применить на следующих этапах Кубка Федерации ПФО по хоккею. Четвертый и пятый туры состоятся в феврале и марте соответственно. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный». «Зареченский тюз». Итоги года театра в России и планы на очередной творческий сезон. Через пару минут смотрите интервью директора театра «Юного зрителя» Андрея Кучишкина. Реклама пройдет быстро. Не переключайтесь. Продолжение следует... Чтоб сияла милая личика, ловите момент. Покупайте яичика. В караване. Яйцо, первый сорт, одна штука, 3,90. Скумбрия холодного копчения, один килограмм, 269,90. Сосиски молочные, славница, 129,90. Ветчина, империя вкуса, 400 граммов, 79,90. Цены указаны в рублях. Акция действует с 14 по 16 января 2020 года. Лови момент в караване. Остановитесь, Алексей Николаевич. Вера права. Я вас люблю, Беляев. Я полюбила вас с первого дня вашего приезда. Вы молчите. Вам нечего мне сказать. Положение человека, который не любит и которому признаются в любви очень тягостно. Я благодарю вас за ваше молчание. Нам, видно, было не суждено узнать друг друга. Прощайте. Вы не уходите. Новости Заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях директор театра юного зрителя города Заречного Андрей Кучишкин. Добрый вечер. Добрый вечер. Андрей Викторович, мы с вами первый раз встречаемся уже в наступившем новом году. И хотелось бы поговорить с вами о том, как завершился год для театра юного зрителя. Прошедший год, который был объявлен в России годом театра. Что? Чего удалось достичь? Чего не удалось? И, естественно, какие-то наметки, планы на Новый год? Действительно, год такой был очень знаковый для нас и вообще для всей театральной общественности. И я думаю, вот то, чего мы хотели достичь, да, я думаю, что мы достигли в ушедшем году. Мы поучаствовали в различных театральных фестивалях. Наша театральная студия очень хорошо выступила на окружном театральном фестивале «Театральная при Волжье». И лучший режиссер среди школьных театральных коллективов Наталья Кучишкина получила такой замечательный приз. Это большая удача для нас, достижение. Мы поучаствовали в первом всероссийском фестивале новогодних практик «Снег» в городе Вольске. И оттуда тоже приехали с наградами. Это и лучший актерский ансамбль, и два индивидуальных приза у Анны Литвинова и Алексея Симакова как за лучшую мужскую роль. Это автобус, который мы приобрели в рамках проекта партии «Единая Россия и культура малой Родины» и в рамках программы по поддержке театров малых городов. И можно до бесконечности это перечислять. И новый спектакль «Месяц в деревне», поставленный в рамках этой же программы. И другие премьеры, очень неплохие спектакли. И как-то вот так вот это колесо закрутилось в этот год театра. И что как-то и притормозить у нас не получается. И Новый год мы тоже начинаем очень активно. К нам вот уже в феврале приезжает, наверное, уже полюбившийся зареченскому зрителю режиссер Андрей Шляпин, который поставил «Беспреданницу» и спектакль «В дороге». Мы сейчас меняем артиста в спектакле «Беспреданница». Это будет, наверное, я могу уже сказать, предварительная договоренность достигнута и с театром драмы Сергеем Владимировичем Казаковым. Юрий Землянский будет вводиться на роль Паратова в спектакль «Беспреданница». Потом в мае мы ждем Андрея. Он будет ставить спектакль по повести Бориса Васильева «Азоре здесь тихие». Потом он же в августе-сентябре будет выпускать спектакль по наказанию, преступлению и наказанию Федора Михайловича Достоевского. Также впереди у нас много фестивалей, и театральная студия очень активно включилась уже в поиск фестивалей, и даже на некоторые фестивали у нас уже есть приглашение. То есть работа у нас кипит. Андрей Викторович, на Ваш взгляд, стал ли год театра действительно неким таким прорывным годом для театральной общественности страны? Поскольку Вы присутствовали на многих форумах, ездили по стране достаточно много в этот год театра, в ушедший уже год театра, действительно ли сдвинулось дело на местах? Я не говорю о Москве, естественно. Да, Москва – это государство в государстве, где театральная общественность, скажем так, живет своей жизнью у нас здесь. Ну, да, конечно же, потому что вот этот камень был брошен, год театра, и эти круги, они пошли по стране, как по воде, да, и жизнь вот в малых городах, в провинции театральная навсколыхнулась, и действительно театр смогли поучаствовать в различных фестивалях, в различных форумах, семинарах. Здесь и повышение квалификации. Вот у нас два человека прошли повышение квалификации в ГИТИСе, например, что очень хорошо. То есть, безусловно, этот резонанс, этот какой-то всплеск интереса к театру вообще, он присутствует. И мы это чувствуем на наших залах. У нас прибавилось зрителя. Мы и так как бы не были обделены. Но вот сейчас прямо как-то все очень-то хорошо. И чтобы не сглазить, дай бог, так будет продолжаться дальше. Андрей Викторович, есть ли у вас какие-то планы по своим собственным новым постановкам? Вы сказали, что будут приглашены режиссеры, но свои собственные силы вы будете каким-то образом использовать для того, чтобы ставить новые спектакли премьеры. И если да, то на чем вы будете акцентироваться? Да, конечно, и Михаил Гаврилов будет ставить спектакль, и Виктор Николаевич Бояров будет ставить спектакль. Вот Виктор Николаевич будет готовить спектакль тоже. Мы надеемся, что он в мае выйдет. Это будет моноспектакль. «Я пулеметчик» он называется. Ну, сами понимаете, год знаковый для страны, для мира вообще. В принципе, это 75 лет победы в Великой Отечественной войне. И мы обойти не могли эту дату своим вниманием, ну, никак. Вот. Михаил Юрьевич будет выпускать премьеру в ноябре. И я надеюсь, еще и к Новому году у него уже как-то стала традиция. У него очень удачные, очень хорошие такие, очень хорошие отзывы о спектаклях, которые выпускаются для детей в канун Нового года. Это не обязательно должна быть там новогодняя тематика, там, Дед Мороз, Снегурочка. А вот что-то такое сказочное, что-то интересное, я думаю, что все будет хорошо. Если говорить о материально-техническом обеспечении театра юного зрителя за прошедший год и о каких-то, может быть, планах на этот год. Что было? Чем вы пользуетесь сейчас активно? Что могут видеть зрители? И что они смогут еще увидеть? Какие-то, может быть, новые некое веяние в работе нашего театра, говоря о материально-техническом обеспечении? Потому что мир не стоит на месте, потому что сейчас, да, зрителю, чтобы привлечь его, нужно удивлять. Удивлять не только талантливой игрой актеров, но еще и неким антуражем. Есть ли что-то? У нас есть большое желание приобрести некоторые оборудования, которые могут некоторые визуальные эффекты привнести в нашу работу, в наши новые постановки. А это все очень недешево, к сожалению, стоит. И в рамках проекта федерального, который продолжается, и мы два спектакля будем ставить в рамках этого проекта и будем закупать оборудование. Я не думаю, что мы сможем в этом году удивить зрителей чем-то, потому что мы еще не полностью поменяли то оборудование, которое у нас было, которое уже морально устарело. То есть вот в этом году, я думаю, мы вот этот этап пройдем, мы его завершим. И вот уже в 2021 году я надеюсь, что мы сможем вот что-то такое приобрести, чем можно будет удивлять нашего зрителя. Ну а так уже в рамках проекта очень много сделано. Это и световое, и звуковое оборудование, и поворотный круг появился в театре, который сейчас активно используется. Андрей Викторович, будете ли в этом году вы продолжать и, скажем так, гастрольную деятельность? Потому что в прошлом году, как и предыдущие тоже, вы достаточно активно гастролировали, но у вас как-то в прошлом году в основном было нацелено на участие в неких фестивалях о гастроли. Ведь у нас здесь, да, у нас здесь мы вас любим, мы вас ценим. Как относятся к вам другие? Ну, мы всегда как бы чуть-чуть старались в наших гастролях все-таки присовокупить к какому-то фестивалю. Потому что все-таки проезд, дорогое удовольствие, да, и чтобы вот эту историю как-то окупить, мы всегда старались, вот, скажем, по дороге на фестиваль в Димитровград, куда мы раз в два года выезжаем, заезжать в соседние города. Там Ульяновск был у нас, была Сызрень, в этом году у нас был Тольятти, у нас был Вольск, мы съездили к нашим соседям в Саратовской области, в Петровск, с новогодним спектаклем. Вот, не так активно гастролировали, конечно, мы в ушедшем году, как хотелось бы, но мы от этих планов не отказываемся, и тем более, что сейчас, когда у нас появился автобус, сейчас находится в стадии оформления, лицензии и прочие все дела, вот, что у нас все-таки больше возможностей появится выезжать. Мы не будем зависеть уже от каких-то автотранспортных предприятий, и это будет дешевле и нам самим. Вот, планы есть. Вот мы были в прошлом году в Саранске, и очень хорошие отзывы, и они приезжают к нам в феврале, и уже зовут нас вот в этом году к себе в гости. Я надеюсь, что мы в этом году и съездим и в Вольск, и в Петровск, и, возможно, в Димитровград, и с Тольятти мы подружились, и тоже они нравятся нам, мы нравимся им. Поэтому, вот, я думаю, будем так дружить, друг к другу ездить в гости. И, конечно, хотелось бы открыть еще какие-то другие неизведанные пока для нас города. Да, вот хотелось бы очень съездить туда, вот в сторону Нижнего Новгорода, возможно, Арзамас, может быть, сам Нижний, Саров давно не посещали. То есть планы есть. Андрей Викторович, и в завершении, у нас осталось совсем немного времени, вы упомянули о гастролях Саранского театра здесь у нас, в феврале вы сказали, только что было, да? Будете ли вы приглашать кого-то еще, будете ли вы предоставлять свою сценическую площадку, кому-то еще в этом году, планируются ли гастроли других театров здесь у нас, на нашей площадке? Да, к нам вначале, значит, я уже сказал, Саранский русский драматический театр приезжает к нам в конце февраля, они привозят спектакль для детей, естественно, прям здравствуйте, и привозят такую серьезную работу по Светлане Алексеевичу «У войны Нижинское лицо», тоже, вы сами понимаете, «75 лет победы», плюс 23 февраля накануне месячник патриотической работы, воспитания детей, они привозят очень хорошие, добротные работы. Мы ждем в конце марта, в начале апреля к нам из Ульяновска, полюбившийся уже заречницам Анфанта Рибль, коллектив Дмитрия Аксенова. Планируем пригласить к нам и театр «Дилижанс», который тоже у нас уже был, надеемся в этом году подружиться с Балаковским театром юного зрителя, по крайней мере, предварительные какие-то разговоры с художественным руководителем у нас уже велись, и Вольский театр. То есть, в первую очередь, конечно, везем друзей. Ну и, естественно, областной центр мы не забываем. Сейчас театр драмы выпустил, несколько спектаклей на малой сцене, еще какая-то работа там идет. Мы планируем все, что на малой сцене, привозить к нам, потому что они хорошо у нас размещаются на нашей площадке, и мы подружились с театром «Слово» поэтически. Да, вот они приезжали к нам на ночь в театр со спектаклями. Сейчас еще о двух визитах к нам мы ведем с ними переговоры. Я думаю, будет интересно. Андрей Викторович, большое спасибо за участие в нашей программе. Хочется пожелать вам удачи, того, чтобы все ваши планы сбылись, ну и, естественно, благодарных зрителей, и чтобы год театра не заканчивался у вас в 2019-м ушедшем, а год театра у вас был каждый год. Спасибо. Спасибо вам. Это все, о чем успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. До встречи на канале «Заречный» и любите театр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова